Всем здарова, с вами Хирозен и сегодня очень интересный ролик, ведь только посмотрите, какая огромная лестница здесь на спуске. Туда мы будем кидать автомобили и смотреть, что с ними будет. В конце кинем сразу несколько, сейчас небольшая рекламная пауза и начнем скидывать. Тут чувак по имени Фуфайкин снимает интересные ролики по BMG Drive. Есть контейнеры, гайды, дрифт, мемы, видео пока что мало, но я думаю их будет побольше в будущем. Попишитесь на него, ну а мы продолжаем. Итак, пожалуй начнем первое, значит, скидывание автомобилей с BMW E36. Вы только посмотрите, как она выполнена в таком очень интересном сером цвете, купешка, кстати, интересная. Давайте сразу не будем просто мелить и просто-напросто скинем. Посмотрим, что с ней будет. Немного вот так вот камеру повернем. Или вот так вот. Ну, в общем, более-менее удобно, я думаю. Сейчас с ней происходит нечто просто, ее просто расхреначило. Как-то рикошетит, как попрыгунчик, в общем, прыгает. И что значит в итоге? У нее дымит, значит, моторчик, потому что он полностью у нее сдох. И не только, в принципе, мотор, вы можете увидеть это в левом углу. Ну, и сама выглядит она очень плохо пока что. Ну, потому что она сломана, ясен пень. Где-то оторвало, значит, у нас дверку. А вот здесь, кстати, она имеется. А, вон, дверь валяется вон там вдалеке. В передней части все, капсдец. Ну, в общем, она, походу, не заводится, да? Ну, да, она не заводится. Я сейчас пытаюсь нажать. Ничего не происходит, в принципе. И даже не поворачиваются колеса. Ну, я думаю, в принципе, хороший результат. Ну, она, конечно, полностью сдохла, но не так прямо, не как в лепешку. Следующий автомобиль у нас на очереди, это Audi 100. Вот так вот она тоже выполнена. Вся абсолютно черная. В салоне даже не проглядывается никакой ни дороги, ничего. В общем, в принципе, вот такой весь абсолютно бункер. Итак, давайте же ее скинем, значит, с огромной лестницы. Так, летит. Пока что происходит вообще прям полная капсда. Опа, вот это было жестко. Сейчас если бачком упадет, а нет, не упало, значит, нормально. Но все равно она превращается сейчас в какой-то бублик. Не знаю, в блинчик. Или нет. Давайте-ка посмотрим. У нее мотор не полностью сдох. То есть, она едет. Это уже результат намного лучше, чем у Е36 было. Но, по крайней мере, ее помяло, по-моему, больше, чем Е36. О, смотрите. Значит, у нас также оторвал, как у BMW, правую дверь. Это достаточно прикольно. Левая дверь у нас вообще отпала немного с петель. Потому что, вон, видите, одна петелька будто бы снята, а другая нет. И висит вот так вот мятая вся. С багажником у нас капсдец, потому что у нас прям выход в багажнике. Такой тюнинг. А второй выход, труба, что это, короче, торчит. Прям вообще жесть. Но хотя бы заводится. Это уже плюс. Это прям огромный плюс. На ней вот прям можно поехать. Даже колесики поворачиваются. Все хорошо. Следующая у нас на очереди машинка, это Porsche 911. Я думаю, она для всех почти легенда. Ее все любят, обожают. Сейчас я взброшу ее необычным образом, а именно, смотрите, как. Я замедлил сцену в 4 раза. И давайте же посмотрим, что будет с Porsche. Я нажимаю, значит, на газ. И она потихонечку у нас падает. Но падает она довольно эпично, смотрите. Хоть и медленно, но зато в замедленном действии сейчас будет прям видны все повреждения. Ого! С рожей прям, не знаю, улыбочка какая-то получилась. Туалетная, будто бы. Фига, конечно, улетит. Прикольно. Ну-ка. Сейчас ударится, смотрите. А нет, не ударился. Ничего себе. Тут 100% ударится. Во. Вот это красиво было. Аж колесо слетело. И всякие детальки вон. Офигеть, он летит прям. Не знаю. Пока что самый красивый это Porsche 911 полетел. Потому что, ну, с замедленным действием все красиво. Бачком ударяется. Второе колесо отрывается. Нормально. Сейчас вообще все колеса у нас он потеряет. И упадет без колес, наверное. Но с ним уже, знаете, такая плохая ситуация. Он прям помер вообще полностью. Хотя мотор не поврежден. Ну, ясенпень, мотор вообще сзади его, конечно, ударяет. Я, конечно, не знаю. А, нет, он повредился. Видите, оранжевый он горит там в левом углу. Так что, я думал, магическая машина и вообще мотор не ломается. А тут, как у всех. Последний, значит, удар. Опа. Это был вообще не мягенький нифига. А, нет. Вот последний удар. Немного я обманул. Но ничего. Сейчас он потихонечку скатывается. И вот последний удар. И что с ним будет? Ну, упал он прям вообще фигово. Потому что... А, нет, не перевернулся. Я думал, сейчас перевернется. Или переворачивается. А, нет. Все-таки нет. Ну, в общем, что я могу сказать по поводу 911-го. Ну, его вообще полностью убило. Давайте посмотрим, он вообще заводится или не заводится. Итак, в режиме реального времени я, значит, сделал. И да, мотор работает. Смотрите, как он, кстати, там полыхает. Сейчас нажму. Опа. Видали? Нормас. Красиво. Колеса нет. Но зато двигатель жив. Запустим с лестницы, пожалуй, вот такой вот Fiat. С двигателем от Гаврио. Значит, от грузовика. Я так понял. Смотрите, какой у него салон прикольный, кстати. Прямо как в Жиге. И он, в принципе, на Жигу похож. Прямо вообще почти неотличим. Но, наверное, только мастера отличат. И такое пламя. Типа сейчас как полетит. Сейчас как загорится, если упадет. Сделаем в таком же стиле. Значит, в 4 раза замялим время. И посмотрим, что с ним будет. Итак, Fiat у нас полетел. Правда, что там фигово полетел. Отрикошетит ли он вообще? Ну, да, трикошетит. Я думал, он сейчас там застрянет. Он у меня уже случайно падал и застревал. Это вообще было фигово. Я уже, в принципе, значит, видел, как он разбивался. Пока летит прям вообще. Как красиво. С этим огромным двигателем еще очень странно. Это все вылетит. Ой-ой-ой, я сейчас надеюсь, он не застрянет тут? Или все же катится? Нет, он все же катится немного. Пока стеклышко разбито. И там вмятины есть, но небольшие. Я бы не сказал прям. А хотя все. Забейте. И опять дверь отлетела. Да что ж такое-то? Чего у всех? Двери-то отлетают. Но, по крайней мере, у этого отлетели аж сразу две. Багажник открыт. Все так как-то сыпется с него. Все детали какие-то вон падают. Вон там бампер, походу, или что. Ему прям вообще что-то тяжело падать. Он какой-то... То ли... Не знаю. О, нихрена он загорелся. Он то ли, короче, слишком такой жирный. Из-за двигателя. Ну, типа, весит дохренища. То ли я не знаю, что с ним вообще происходит. Он потому что... Видите, как его согнуло? Как спиральку какую-то немного. Но горит он, конечно, прям вообще эпично. Начал кувыркаться в небе. Ладно, это значит фристайл у него такой. Прикольно летит. Пока что Фиат самый красивый летит. Я вам так скажу. Он даже красивее, чем 911 летит. Падает опять двигателем. Ну, знаете, он всегда как-то двигателем приземляется. Вот рожей своей. У него даже... Капот, значит, отлетел. Шатается на двигателе, запился. И опа, все, последний удар. И летит. Продолжает. Стопится. И падает. Давайте посмотрим, что с ним случилось. Сделаем, значит, в реальном времени. И его скорежу больше всех. Это даже не побоюсь сказать. Потому что двигатель, в принципе, вылетел. Но он работает, походу. Потому что не горит красное в левом углу. Значит, у нас бензобак загорелся. Кто-то там дымит. Не понимаю, на самом деле, что дымит. А, нет. Двигатель дымит, походу, или что. А крыши тут вообще речи нету. Ее вообще схреначило. Стекла разбиты. Багажник открыт. Но самое главное, заведется ли он после такого удара. Итак, пробуем завести. Ну да, двигатель работает. Иначе все хорошо. Это прям ультрабессмертный получается. Фиат с двигателем Гаврио. Пришло, значит, время проверить тот автобус, у кого он иногда, кстати, ездит в городах. Я думаю, почти у каждого такой автобус, значит, есть в городе. Вот у меня, к примеру, точно такой же есть. Я даже на нем катался. Там мне, если честно, вообще неудобно было. Прямо сейчас, значит, проверим его на бронебойность. Как он себя поведет от ударов. Вот таких вот, блин, многочисленных. О, перелетел одну ступеньку. Ну ладно. Значит, такой крутой гангстер. Нихрена. Если он сейчас так застрянет, я вообще ржать буду. Слава богу, он не застрял. А так бы заскриншотить можно было куда-нибудь, не знаю. Друзья он бы отправил, поржали бы. Так. Только не говорите, что он застрял. Ну все, он застрял, получается. ГГ. Надо его подтолкнуть, пожалуй. Давайте его немного. Оп. Все, мы его подтолкнули. Все хорошо. Пусть он летит, значит, дальше. Потому что у нас тест автобуса, который ездит иногда у кого-то в городах. Опа, бачком прям упал нормас. Пока что повреждения прям капец какие, если честно. Аж руль там что-то высовывается из окна. И какой-то он, не знаю, на колбаску стал похож. Какой-то удлинился, что ли. Визуально падает, как бутылка, блин, какая-то. Боттлфлип челлендж на автобусах. Сейчас задом. Опа. Хрена, в гусеницу превратился, смотрите. Скукожило его, конечно, прям ультра жестко. Опа. Об землю немного ударился. Нормас. Пойдет. Мурожа у него, конечно, все. Просто померла. Сейчас, если тут застрянет... Ладно, не застрянет. Пока катится, как какой-то бухой в осек. Сейчас последний удар будет. Посмотрим, что с ним. Опа. Как аккуратненько последний удар он сделал. Вы только посмотрите, какая грация, какие манеры. И падает. Все. Он упал. Наконец-то делаем, значит, в реальном времени. И давайте смотреть, что с ним стало. Значит, крыша. Думаю, блин, даже описывать не надо, что с ней. С ней вообще полная капсада. Она как-то скривилась. Дно стало визуально как-то, не знаю, короче, что ли. И по всему он стал похож после ударов на какую-то гусеницу. Будто бы такая скрученная вся, какая-то скукоженная. В общем, плохо автобус вообще прям встал. Двигатель сдох. Ну-ка, давайте даже посмотрим, заводится. Неа, не заводится. Ну, колётики хотя бы поворачиваются, это уже плюс. Из салона посмотрим, что тут. И вообще тут страх какой-то, боже. Если тут ходить в реальности, то это как-то вообще даже фигово. Зато красиво летел. Прям вообще. Респект автобуса за это. Итак, проверим нашего солярыча. Посмотрим. Я без замедления хочу что-то, потому что как-то долговато. Сейчас посмотрим, как он в быстром времени, в реальном, то есть падает. Хочу посмотреть пока что так. Ну, пока он разбивается, боком падает. Рожей разбивается. Шопы нету, всё, он стал хэджбэком. Превратился в хэджбэк. Обновили солярку, как говорится. Отсюда он похож на Prius. Отсюда он похож на какой-то минивэн. Отсюда похож на металлолом. А отсюда, я не знаю, даже на чё, на рожу какую-то страшную. Соляркой, в общем, когда случилось, но он заводится. Да он всегда заводится у нас в роликах, ребята. Почему? Самая у нас бессмертная машина. Вот на канале это тупо Маз и Солярис. Они тупо вот два, не знаю, героя канала у нас. Это такие персонажи у нас крутые. Солярка легенда. Просто спасибо за детство. Я в ахрене, почему он постоянно заводится? Как какое-то говно я снимаю. Вот только он сразу берёт, после каких-то ударов, огромных сильнейших взрывов и так далее, он всё переживёт. Ох, он в Гитнам переживёт, ему вообще пофиг. Не, ну отсюда реально прям на какой-то Prius похож. Я фиг знаю, это реставрация, рестайлинг, то есть сделали солярки. Нормас. Как я говорил, в самом начале ролика мы скинем в конце много машин. Я заспалнил четыре машины, две старые и две новые. Две новые это Гранта и АЗЛК, легендарная, кстати. Давайте посмотрим, кто из них выживет после вот такой вот лестницы. Два раза за миллион действия, значит, у нас включено. Всё, они у нас поехали уже. Давайте смотреть. О, BMW первая летит. Ну-ка, ну-ка. Опа, кто-то задел. АЗЛК уже на первой, блин, лестнице подхватило. Ничего себе они летят, прикольно. Особенно BMW и Audi. Это прям вообще что-то с чем-то. Ну-ка, давайте ждём их всех вот тут вот. Посмотрим, что с ними. Гранта с АЗЛК где-то далеко, а Audi и BMW просто не знаю, как куда-то против правил ушли, что-то куда-то полетели. Эти до сих пор падают. Audi и BMW, значит, у нас прилетели. Кстати, обе загорелись. АЗЛК пока летит, а Гранта что-то какая-то слишком медленная. Что-то как какашка летит какая-то, не знаю. АЗЛК и то покруче летит. Смотрите, опа, жопой, оп. Сейчас лицом, наверное, ударится. Да, прям рожей ударилась. Это жёстко, но хотя бы не загорелось. Ждём, значит, нашу Гранту. Чё с ней там происходит? Оп, упала, кувыркнулась. Дверь в кого-то бросила. Если в кого-то сейчас попадёт, я так ржать буду. И, наконец-то, у нас Гранта упала. Давайте посмотрим, чё, наверное, с ними случилось. Сделаем в реальном времени. Итак, от кого-то остался огонь. Интересно же, от кого. Посмотрим, заводится ли BMW. BMW заводится. Мотор у неё сейчас работает. Нормас. Состояние, вы сами видите, тут, в принципе, описывать не нужно. Следующая Гранта, кстати. Она вообще, можно сказать, не поломалась по технической части. Только кузов. И, я так понял, радиатор. И всё. Она заводится. Она поворачивает. Но почему-то она не едет. АЗЛК вообще не узнать. Она будто бы какая-то... Знаете, такие машины есть, у которых два колеса сзади и одно колесо спереди. Вот она сейчас вот на эту машину похожа. Но она заводится. Она тоже едет. Блин, какие же бессмертные всё-таки есть тачки. И Audi у нас последняя. И тоже заводится. Чё, получается, все что заводятся? Ну, нифига себе. Я топ-4 выбрал. А если бы была солярка, она бы тут, наверное, всех нагнула. Ну что, друзья, ролик подходит к концу. Если вам понравилось, обязательно пишите об этом в комментариях. Также предлагайте свои идеи для роликов. Я обязательно их рассмотрю и как-нибудь сниму. Также переходите в мой телеграм-канал. Там иногда выходят ролики раньше, чем в самом ютубе. И иногда выходит информация о канале и всякие посты. С вами был я, Хирозен. Всем удачи. Всем до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok